О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В зону СВО отправилась группа добровольцев из Нижегородской области. Очередная партия гуманитарной помощи отправилась к нижегородским бойцам в зону проведения СВО. Троим участникам викторины купно-заедино вручили автомобили. Нижегородцы устроили флешмоб у катера Геро в честь десятилетия Крымской весны. В зону СВО отправилась группа добровольцев из Нижегородской области. Перед отправкой они прошли инструктаж и получили наборы с вещами и тактическим снаряжением. Напомним, по контракту с Минобороны РФ на служащий получают от 204 тысяч рублей в месяц. А действующий военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка и другие виды поддержки. Кроме того, правительство Нижегородской области установило региональную выплату. Общий размер материальной поддержки для специалистов, заключивших контракт с 1 марта, составит 695 тысяч рублей. Стимулом отправления за ленточку для наших защитников стало чувство долгое желание принести пользу своей стране. Чтобы помочь нашим ребятам, братьям, которые находятся на передовой, приблизить победу нашей страны, нашего Отечества. Чтобы идти за своих, за родных, чтобы быстрее победа приближалась наша. Дополнительный мотив – это, конечно же, участие деда в Великую Отечественную войну. В общем, все, кто хочет и для себя понимает, что ты нужен Родине сейчас, делайте шаг вперед. Не бойтесь. Очередная партия гуманитарной помощи отправилась нижегородским бойцам в зону проведения СВО. С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующие на базе Дома народного единства, уже доставили воинские части более 500 гумконвоев. В них без малого 4000 тонн помощи доставляют то, что действительно необходимо. Антидроновые ружья, коптеры, метеостанции, наборы инструментов для ремонта спецтехники и многое другое. В этот раз гумгруз по заявкам из воинских частей для нижегородских военнослужащих принимает боец с позывным Кострома, который приехал из зоны СВО в пункт отправки. Все выполняем наши задачи постоянно, 24 на 7, живем вместе, кушаем вместе, спим вместе. Все у нас сейчас хорошо. Передаем нашему бойцу гуманитарный груз, сформированный, исходя из их заявки. Здесь все находится самое необходимое. Желаем нашим бойцам поскорее вернуться домой. Победа будет за нами. Одним из первых победителей викторины Купна за Едино стал 25-летний Евгений Богатов. Его уже ждет новенькая «Газель Некст». По его словам, победа в викторине стала неожиданным сюрпризом. Ощущения просто непередаваемые. Я очень счастлив. Автомобиль очень хороший, мне действительно нравится. Это моя, так скажем, первая машина. Вторым обладателем новенького авто «Лада Веста» стала студентка нижегородского строительного техникума Елена Комлачева. Каждый день она ездит на учебу из районного центра Нижегородской области с несколькими пересадками. Теперь можно сдавать на права и добираться с комфортом. Конечно, добираться теперь будет очень комфортно на машине, на своей. чем на электричках. И думаю, что скоро буду сдавать на права. Джирана Джафова, участвуя в викторине об автомобиле, и не мечтала, хотела выиграть робот-пылесос. В ее семье есть три замечательных ребенка, которых нужно возить в школу и садик. Теперь это стало удобнее с новым Соболем. В этой машине настолько много места, что хватит на целых две семьи. У меня трое детей, и я думаю, что мы с моими детьми теперь будем ездить на этой машине все вместе, и будет больше места. Викторина Купнозаедина в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», инициированный президентом России, продлится до 30 апреля этого года. Проголосовать может каждый нижегородец за объект благоустройства в своем районе. После этого придет уникальная ссылка на участие в викторине. Нужно ответить на три вопроса правильно и принять участие. Любой житель Нижегородской области, который не участвовал в викторине и не голосовал за объект благоустройства, еще имеет возможность это сделать и попытать свое счастье в получении ценного приза. Служба информации Наталья Куликова, Денис Кожинов, Николай Прохоров. Россия и Крым вместе навсегда. Десять лет назад сбылась мечта миллионов крымчан. Полуостров воссоединился с Россией. И вот сегодня мы вспоминаем великое свершение. В честь десятилетия Крымской весны нижегородцы подготовили флешмоб у катера героя. То, что мы сейчас будем делать, это просто поможет напомнить нам и рассказать другим, кто тоже забыл о том, как это важно помнить историю своего государства, своего народа, и о том, что мы помним, естественно, буквально недавно было это воссоединение, что мы помним о этом событии, и готовы делать все, что будет в наших силах для того, чтобы наше государство было единым. Очень крупное и очень хорошее мероприятие. В честь присоединения к России и Крыму 10 лет. Я считаю, что это замечательное событие для нашей страны, и хочу посидеть это мероприятие с гордостью. Прямо сейчас идет подготовка к главному действию. Вот вы просто посмотрите на эти счастливые лица. Сколько земляков пришло к подножию Чкаловской лестницы, чтобы отпраздновать это действительно эпохальное событие. Посмотрите масштабы, сколько же здесь людей. Все собравшиеся выстроились и образовали огромную цифру 10. 10 лет вместе. Ровно 10 лет назад в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин подписал документ о принятии двух новых субъектов в состав нашей страны. Ну и, конечно же, растянули большой триколор. Дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам. В порт постоянной приписки. В Россию. Полуостров за десятилетия изменился просто до неузнаваемости. Построен и открыт для движения мост. Построен аэропорт. Новые больницы, школы, детские сады. В Крыму появились и дороги. Все изменения проходят на наших с вами глазах. Ну вы рады, счастливы? Да, конечно. Мне кажется, любой россиянин, кто был в Крыму, очень любит их природу. Она им очень нравится. Это прекрасное место, где можно отдохнуть. Воссоединение полуострова – это большой праздник и для Крыма, и для нижегородцев, да и для всей нашей большой страны в целом. Служба информации Кирилл Янковский и Максим Веселов. Артист камерного музыкального театра Максим Куликов получил образование в столице и выступал на лучших сценах в Америке, Китае и Норвегии. Но свою карьеру продолжает в Нижнем Новгороде. Вы знаете, на самом деле очень приятно, потому что, во-первых, это стало неожиданностью. Меня пригласили поучаствовать в церемонии, и буквально через, ну практически вчера я выяснил, что я еще являюсь номинантом данной премии. Ну и это было очень приятно. Поддержала коллегу и актриса театра «Кукол» Мария Ефирстова. Она тоже рада творить в родном городе. Изменения в городе, мне кажется, на мой взгляд, очевидны, в том числе и в культурной жизни Нижнего Новгорода. Очень развиваются сейчас театры, новые постановки, новые формы. Когда твои труды, то, что ты делаешь, находят свою награду, это всегда очень приятно. В Нижнем Новгороде определили лауреатов ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина». Она вручается работникам культуры за выдающиеся заслуги в работе. В этот год особенно приятно получить награду, потому что мы являемся культурной столицей как раз России, город Нижний Новгород. Но это, наверное, награда не лично моя, это награда всего нашего коллектива. Наш коллектив занимается парками, то есть это награды всех, наверное, парков в лице меня. С этого года сумма премии увеличена с 10 до 25 тысяч рублей. Город Нижний Новгород является культурной столицей России. И День работников культуры, День работников театра, мне кажется, это самое знаковое событие. Особенно приятно от имени главы Ирладима Шалабаева вручить награды, благодарственные письма, почетные грамоты, в том числе и грантовую поддержку осуществляем. От его имени поздравить наших коллег не только городских учреждений, но и областных. Слова благодарности и поздравления со сцены звучат в адрес руководителей и сотрудников Нижегородских учреждений культуры. В сфере культуры только в муниципальных театрах, музеях, библиотеках, музыкальных школах и домах культуры работает более 3,5 тысяч человек. Учитывая, что мы занимаемся общественным пространством, и, конечно, мы востребованы у нижегородцев всегда, поддержка администрации всегда направлена на социальную сферу, в том числе и в сферу культуры. Все крупные мероприятия проходят благодаря мэрии и при поддержке мэрии. Много туристов со всей России. И в соцсетях обсуждают Нижний Новгород, он входит в топ для путешественников по стране. То, что сейчас нижегородцам и гостям есть куда пойти, где отдохнуть, происходит очень много интересных событий общероссийского масштаба. Это здорово. 45 человек награждены благодарностью главы города, благодарностью и почетными грамотами администрации Нижнего Новгорода. Служба информации Юлия Короткова, Ангелина Судакова. Субтитры создавал DimaTorzok